Здравствуйте, дорогие друзья! Традиционно в это время мы встречаемся в студии, в прямом эфире. Номер телефона вы видите на ваших экранах 737-7310. Звоните, время эфира пролетает очень быстро. Я уверена, что каждый из вас задумывается о своем здоровье. Но, к огромному сожалению, вы не находите время, час, два, три, в неделю, в месяц, в год, чтобы найти это время и уделить самому себе. Именно поэтому, для того, чтобы сэкономить и ваше время, и, как говорят в Одессе, уменьшить объем работы для наших любимых врачей, мы начинаем цикл программ на канале Медиаинформ «Здоровый интерес». Я ее ведущая Ольга Мудрова. Здоровый интерес есть всегда, был и он будет. Я с большим удовольствием сегодня представляю в студии гостя нашей программы, ну и вашего, уважаемые дамы, телезрительницы, друга, а именно главврач Одесского областного онкологического диспансера, заслуженный врач Украины, главный онколог области Олег Локвинчук, сегодня в нашей студии, чтобы пообщаться с вами. Здравствуйте, Олег Валерьевич. Добрый вечер. Ну вот такой цикл программ мы с вами сегодня начали на канале Медиаинформ «Здоровый интерес». Вы за столько лет работы, как считаете, у каждого есть интерес к собственному здоровью, и каждый ли этим пользуется для того, чтобы этот интерес развить, либо подавить в себе? Ну, вы знаете, мы не первый день с вами знакомы, и мы делали несколько циклов передач о здоровье, об онкологии, это моя специальность. Я вам скажу, что неподдельный интерес к этим передачам был. И мы это чувствовали как доктора, когда к нам увеличивалось количество пациентов, которые приходили на консультативную помощь, и это было очень важно. Можно ли сказать, с холостым выстрелом тоже приходили, просто проконсультироваться? О холостом выстреле мы сейчас поговорим. Мне бы очень хотелось, чтобы холостых выстрелов было как можно больше. А на самом деле, если вы помните, мы вот несколько лет делали целый цикл передач. Причем передачи в заболеваниях молочной железы, заболеваниях кожи, кишечника, легких. И мне кажется, что эти передачи всегда пользовались интересом наших зрителей, публики, одесситов. И это очень важно. И я очень благодарен вам за вашу личную инициативу. Спасибо. В цикл этих передачи студии, которая поднимает эти вопросы, поднимает эту тему. Вы знаете, вы говорите, интерес к своему здоровью. Мне кажется, ну какой может быть интерес? Личная заинтересованность. Мы хотим быть здоровыми, мы мечтаем об этом. Мы хотим, чтобы были здоровые члены наших семей. Поэтому я считаю, что то, что сегодня мы начинаем цикл этих передач, это очень важно и значимо. Я считаю, что у этих передач большое будущее. Хочу напомнить нашим телезрителям, что мы работаем в прямом эфире 737-7310. И программа «Здоровый интерес» на канале «Медиаинформ» будет выходить два раза в месяц. Поэтому уже готовьте свои телефонные звонки, вопросы к специалистам, которые будут посещать наши программы. Олег Валерьевич, как говорят в Одессе, только отзвенел еще праздник, день медицинского работника. Поэтому от чистого сердца искренне примите и наше поздравление вам, вашему коллективу, вашей семье. Потому что я знаю, что вы доктор не в первом поколении. Ну и будем надеяться, что ваши дети тоже эту эстафету примут с благодарностью. И для доктора это своеобразный Новый год, рубеж. Давайте, скажем так, промежуточные итоги подведем того, что было за год от июня до июня. Ведь недаром это выпадает на средину года. Можно сказать, что уже есть экватор. Вы знаете, мы всегда, когда работаем, мы не всегда оборачиваемся, не смотрим назад, что реально сделано, что изменилось или может. Вот я, когда ехал на передачу, я задумался о тех основных веках, которые были нами сделаны за последний год. Может быть, на уровне области города это не такие большие достижения, да? Но для нас это очень важно. Посмотрите, мы сделали и презентовали новое отделение химиотерапии. Ольга Владимировна, вы прекрасно знаете, насколько это тяжелая, сложная категория пациентов. И вы знаете, что вот насколько буквально за несколько месяцев после открытия отделения уменьшилось количество жалоб. Люди недовольны, поскольку выяснилось, что бытовые условия имеют, но не менее важное значение, чем оказание, в общем-то, собственной медицинской помощи. Продолжает работать и усовершенствуется диагностический центр. Мы же поставили на поток и работают в виде эндоскопической части этого подразделения. Я считаю, что очень хорошо, динамично развивается ультразвуковая диагностика в Одесском областном онкодиспансере. И я считаю, что правильная организация работы заведующей отделения, новое заведующие у нас, она приводит к тому, что пациентам становится более комфортно. Пациентам повышается качество оказания медицинской помощи, я страшно не люблю слова медицинской услуги, оказания медицинской помощи. Вы знаете, намного стало количеством жалоб. Мы открыли телефон доверия. Сейчас мы сделали телефон горячей линии, который висит на каждом кабинете, в каждом отделе, он работает. Да, он сначала особенно много, а потом, я надеюсь, что это связано с улучшением качества оказания помощи. Ну, ежедневно 3-4 звонка. Причем, вы знаете, если раньше это были жалобы. Ругали. На хамство, на разные моменты, то сейчас, вы знаете, я больше получаю советов. Вот, а вот лучше бы сделать вам так. Ведь подсказка, она ведь тоже важна. Да, это очень хорошо, это правильно. И, вы знаете, для меня это настолько важно, и я чувствую, что мы начинаем уже взаимодействовать с пациентами. Это то, о чем вы говорили несколько, да, то, к чему вы стремились. Пока не будет взаимодействия, у нас не будет хорошего результата. Оно начинается, я думаю, за этим будущее. Я вообще считаю, что пора время входить в эпоху позитива. Нормальных, человеческих, порядочных, профессиональных отношений друг с другом. Я думаю, что это во многом сможет изменить ситуацию, которая есть. По поводу позитива, что вы можете сказать, как доктор, насколько здоровье и результат выздоровления человека зависит от его морального настроя, от позитива, от того настроения и поддержки семьи. Самое главное, с каким человек обращается в ваше медицинское учреждение. Это очень важно. Вы знаете, человеку вообще нельзя оставлять один на один с болезнью. Первое, как врач, я хорошо понимаю, что между пациентом и врачом должны быть созданы новые отношения. Уважение, доверие. То есть это необходимо для того, чтобы оказать правильную помощь. Но очень важен микроклимат в семье. Поддержка родственников, близких. Их личная заинтересованность в выздоровлении. И очень многое зависит от самого человека. Кто не теряет веру и надежду, тот выздоравливает, либо живет очень-очень долго. Мы это неоднократно наблюдаем. Но онкологи, как никто другой, видят, насколько настрой человек, насколько его настроение, желание выжить и жить дальше, оставаться своими близкими, со своей семьей, имеет значение. Вы знаете, для меня это очень важно. И когда я вижу, когда приходит человек, и он хочет жить, он хочет выжить и жить дальше, у него все получится. И результат будет. И будет совсем другой результат. Совсем другой результат. Это имеет, наверное, не меньшее значение, чем качество оказания собственной медицинской помощи. Я знаю, что на базе диспансера работает клуб психологической поддержки «Виктория». Насколько он пользуется сегодня популярностью, спросом? Идут ли туда люди? Конечно, пользуются. Вы знаете, ведь это в основном клуб для пациентов, которые принесли заболевание молочной железы. Я не хочу говорить сегодня страшные слова. Злокачественное образование молочной железы. Это грозная патология. У нее очень высокая заболеваемость. И в самой высокой в мире темпы роста заболеваемости. Пациентов, к сожалению, будет все больше и больше. Но при своевременной диагностике, правильном лечении, эти пациентки выживают. Более того, сейчас есть, и они активно работают, методики, которые позволяют сохранить молочную железу. Насколько это важно. Полностью вернуть женщину к сыну. Качество жизни таких пациентов. Как мы уже сегодня определили. От июня до июня. Я знаю, что сейчас полным ходом работает новая иммуногенной лаборатория. Что она на сегодняшний день собой представляет? И насколько она уже, скажем так, вошла в ритм работы? И какую помощь она вам несет? Ну, знаете, это для меня особо приятная тема. Я хочу объяснить, почему. Когда я не так давно, два с половиной года главный врач, когда я пришел и видел ту лабораторию, с которой мы работаем. Ручные методики устаревшие, малообъемные. И при этом работают профессиональные врачи, но они не могут дать вот той полноты обследования, которая необходима. И когда мы сейчас заходим, у нас стоят современные газоанализаторы, биохимические, монологические, которые позволяют выполнять всю линейку онкомаркеров, гормонов, биохимических исследований. И когда появляются современнейшие методики, которые позволяют помочь реаниматологу, хирургу в диагностике острых ситуаций, инфаркта, инсульта. Это весь комплекс. И вы знаете, я сегодня сделал обход в диагностическом комплексе, в лабораторном комплексе. Я с гордостью вышел за своих сотрудников, за тех профессионалов, которые наладили там работу, которые выполняют на самом современном уровне такой большой объем и онкомаркеров, и биохимии, и всего-всего-всего, что необходимо. Но вы знаете, что для меня особенно важно? В медицине вообще очень важен контроль качества, диагностики, лечения. Поскольку, если мы сами не будем этим заниматься, мы боимся комиссии. Комиссии нельзя бояться. Надо проверять себя, использовать аудиты, различные формы проверки качества оказания помощи. Так вот, наша лаборатория входит в международную систему контроля качества. Ежегодно в Испании мы в темную направляем. Они нам дают материал, мы в темную его обследуем. Никто не знает, чьи это показатели. Если вы знаете, у нас нет расхождения. То есть у нас есть, но они недостоверны, что хорошо очень, расхождение. И последние показатели говорят, что наша лаборатория соответствует самым высоким европейским критериям оказания лабораторной помощи. Для нас это очень важно. Я хорошо понимаю, что мы только в начале большого пути и останавливаться нельзя с одной стороны. А с другой стороны, еще часть лабораторного комплекса требует изменений, усовершенствования. Я имею в виду, что нам надо внедрять более обширную кольпоскопию, более обширную жидкостную цитологию и ПАП-тесты, иммуногистологию. То есть целый ряд тех современных методов лечения и диагностики, в первую очередь, которые в Одессе еще не разу в нашем городе. И это очередная задача. И поверьте, что мы тоже постараемся, чтобы это не было положено в дальний ящик. То есть мы стараемся это продвигать очень быстро и продуктивно. То есть диспансер, ничего, что достиг на лаврах, ничего подобного. Мы продолжаем работать. Мы продолжаем искать новые формы методики, совершенствовать методику. Мне очень нравится, что приходит целый ряд молодых врачей, молодых специалистов, которые, во-первых, могут принять огромный опыт, которые на коммунте диспансерии принести новые методики, новые технологии. И в последнее время, уже почти независимо от меня, развивается эндоскопическая хирургия, гастрохирургия, в урологии. Молодежь, которая часто стала внедрять, производит очень серьезное хорошее впечатление. И я тоже грыжусь этим. Ну, чтобы не быть голословным, мы буквально в ближайшие дни посетим и вашу иммунолабораторию, и посмотрим новые аппараты, которые были приобретены, которые касаемо и кальпоскопии, и то, что касаемо исследования легких в тракальном отделении, мы обязательно покажем это нашим телезрителям. Олег Валерьевич, при запуске подобной лаборатории, насколько, скажем так, увеличилось время на обследование пациента, и насколько уменьшилось время ожидания результатов, ведь каждая минута она дорога для здоровья и для жизни человека. Конечно, ручная методика позволяла в течение 4-5 дней давать результаты. Это много. Да, это очень много, и количество пациентов весьма ограничено, несколько десятков человек. Сейчас время ожидания буквально в течение часа-полутора часов, и огромное количество, неограниченное количество пациентов технологически могут пройти через этот аппарат. То есть мы далеко еще от своего насыщения, мы можем расширять количество пациентов в оказании этой помощи. Но можно ли сказать, что если уже так суждено, так сложилось, что у человека ждет оперативное вмешательство, комплект анализов, результаты анализов, весь этот пакет документов будет готов в течение суток необходимых анализов? Я думаю, что же раньше. Я думаю, что это будет в течение часа, полутора, двух часов. Ну, плюс кардиограмма, то есть в течение суток сейчас даже на плановую операцию... Уже можно иметь полный пакет документов. Можно полностью приготовить пациента, ну, если он не нуждается в какой-то предоперационной подготовке, в коррекции сердечно-сосудистой системы, водоощелочного баланса, восстановления. То есть, как бы за сутки больного приготовить плановую операцию при отсутствии прочих противопоказаний, это не проблема. Это уже не проблема. А ургентную операцию за час мы можем, даже меньше, за 30-40 минут мы можем подготовить пациента. В диагностике острых состояний иногда важны секунды, и вот за 10-15-20 минут мы можем получить даже быстрее... Необходимые анализы первые, да? По поводу инфаркта, миокарда, инсульта. То есть это очень важно, и это все уже выполняется, это уже есть. Давайте вернемся к отделению химиотерапии, химиолучевой терапии. Я знаю, что несколько месяцев назад вами еще было совершено, скажем так, одно достижение. Был подписан пакет документов на перезарядку лучевых аппаратов. Это в действии? Это ожидаем? Спасибо. Это вопрос, который я очень люблю, поскольку это не только моя гордость. Вы просто принимали участие при подписании этих документов, поэтому... Да, вы очень оказали большую информационную поддержку при подготовке. Понимаете, что произошло, что мы сейчас говорим не о том, что это делалось каждый год. Перезарядка должна была произойти несколько лет назад. Три-четыре, может быть, даже пять лет это было бы своевременно. Но почему-то никто этим не занимался, никто не затрагивал эту тему, да? И лучевая терапия, часть специального лечения онкоборных страдала. Увеличилось количество лечений, снижалась пропускная способность, увеличивало количество осложнений. Я очень благодарен областному совету, я очень благодарен губернатору Одесской области, который непосредственно принимал в этом участие. И в сегодняшний момент я могу заверить, что лучевая терапия в Одесском областном дисплацерии полностью восстановлена. То есть все, что у нас есть, все, что было закуплено по бюджету, все работает, контролируется ежедневно работа этого оборудования. Я не позволю, чтобы оно простаивало, либо были какие-то другие моменты. Все это работает постоянно, ежедневно, и мы очень горды этим. Опять-таки, что дальше? Можно ли на этом останавливаться? Чего бы хотелось дальше, Лик Валерьевич? Хотелось, конечно, деление атомографии, хотелось бы линейных ускорителей. Потому что раньше я даже боялся об этом говорить, чтобы не сгладить остроту проблемы. Сейчас об этом говорить нужно и, наверное, можно. Я думаю, что этот вопрос уже решаем. Поскольку у нас есть время на это. Работа над ними идет, скажем так. Мы уже оказываем помощь, которая по своим параметрам соответствует европейским показателям. И не особо отличается от линейного ускорителя, от другого. Но, тем не менее, мы хорошо понимаем, что будущее с новыми технологиями, за взаимодействием с частным бизнесом. И я понимаю, что мы тоже пойдем по этому пути. Линейный ускоритель – это дорого. Это дорого. Но это будущее лучевого лечения. Те телезрители, которые нас сейчас видят, прекрасно понимают, да и мы с вами, что онкологические заболевания – это очень, скажем так, финансово затратные заболевания. К огромному сожалению. И вопрос, который сейчас есть на поверхности, вопрос медикаментов. Есть ли что-то в диспансере, на что могут рассчитывать пациенты? Да, к сожалению, онкологическое лечение во всем мире является самым затратным, самым дорогостоящим в силу технологии, в силу специфики этой помощи. Специальное лечение включает не только хирургию, но и лучевое лечение, и химиотерапию. И самое дорогостоящее, конечно, является медикаментозное лечение, либо химиотерапия. В настоящее время онкодиспансер получает химиопрепаратов приблизительно на 12-12,5% от быстрепенности. Но это уже больше процентов, чем было, Олег Олегович. Конечно, сдвиг есть, конечно. Я опять считаю, что благосадминистрация, департамент, облсовет в этом плане проделали огромную работу, выделив 13 миллионов дополнительно к центральному бюджету. Закупок химиопрепаратов. Что мы сделали? Мы сделали абсолютно открытую информацию о наличии тех или иных препаратов. Каждый пациент, каждый гражданин, каждый одессит может прийти и посмотреть, какие препараты для химиотерапии у нас есть. На что они могут рассчитывать? Что мы и можем дать. Никаких очередей, никаких закрытых списков нет и быть не может. Я, наверное, немножко сделал более сложную жизнь врачам, поскольку списание препаратов стало очень сложным и тяжелым. У нас исключены хищения, но я боюсь, чтобы, не дай бог, то, что мы получили из бюджета, не ушло никуда. Поэтому списание идет настолько жестко, как списание наркотических препаратов. То есть, фактически, это очень серьезно. Работают комиссии целесообразности, комиссии списания. И я считаю, что это, к сожалению, единственный путь в этом направлении. Но препараты есть для оказания основной помощи в онкологии. Те больные, которые у нас находятся, они читают эти списки. Никаких закрытых моментов нет и быть не может. Вопрос малоинвазивных вмешательств. Он имеет место в онкодиспансере или только объемные операции? Вы знаете, Ольга Владимировна, наш детский диспансер является пионером среднеонкологических учреждений, особенно в последние годы, по малоинвазии. Я считаю, что если стоит вопрос о малоинвазивных операциях, без ущебы для радикальности, надо отдавать преимущество именно им. У нас очень широко... Вы их не исключаете? Более того, у нас более половины онкогинекологических операций делаются эндоскопически. До 70%. Это лапароскопия, это гистероскопия, это большая операция с лимфоденектомиями. То есть мы идем на передовых позициях у нас в стране. Давайте скажем телезрителям, что это такое. Это не полостная операция, это небольшой травматичный разрез. Это прохлы, куда водятся камеры, работают инструменты и выполняются объемы радикальных вмешательств. Я уже сказал, что в настоящее время гастрохирургия у нас очень сильно сдвинулась в этом направлении. Не стали выполнять резекции кишечника, толстого кишечника лапароскопически, что несомненно и снижает курикодей, убирает количество огромных жалоб и осложнений, которые могут быть у больного. И даже по целому ряду исследований снижает количество рецидивов. То есть это не влияет чаще всего на радикальность в лучшую сторону. Для нас это очень важно. Поскольку, если мы говорим о малоинвазии, то, конечно, малоинвазивным лечением в онкологии должны заниматься онкологи. Только онкологи, которые имеют представление о радикальности оперативного вмешательства, о понятии областика, о понятии специального лечения. Поэтому я считаю, что в онкодиспансере это происходит. Это фактически единственный путь для развития малоинвазивной онкологии у нас в области. Так как у нас сегодня с вами первый выпуск нашего телевизионного цикла программ «Здоровый интерес», давайте сейчас познакомим телезрителей со следующими темами, со специалистами, которыми дойдется встречаться нашим уважаемым телезрителям в эфире нашей программы. Я позволю себе сделать некоторые предложения. Предложения, давайте, конечно. Идет лето, правильно? Идут загары. Я считаю, что необходимо встретиться с дерматологом, с специалистом-онкологом, который занимается кожей, мягкими тканями, с вопросами дерматоскопии, с профилактикой злокачественного образования кожи и меланом. Потому что эта тема актуальна, есть вопросы защиты кожных покровов, есть вопросы профилактики ранней диагностики. Я думаю, что идет лето, и мы с этого начнем. Несомненно, я уверен в этом, что будет интерес к заболеванию молочной железы. Я уверен, что будут заболевания к злостно-кишечному тракту, к толстному кишечнику, к желудку, к плёке. Мы готовы взаимодействовать. Если будет какой-то интерес к какой-то конкретной теме, мы готовы ее поставить. Я думаю, что мы предложим нашим телезрителям звонить, оставлять предложение. У нас замечательная гастрохирургия СГУРа, Беленко. Это люди, которые много лет заслужили врачи, доценты, которые занимаются этим вопросом. И по каждой нозологии мы сможем представить лидеров в этом направлении. И тем не менее, тему онкопревенции мы будем с вами поднимать практически каждую программу. Спасибо вам огромное. Спасибо, Ольга Владимировна. Уважаемые телезрители, сегодня в нашей студии заслуженный врач Украины, главный онколог области, главврач Одесского областного онкологического диспансера Олег Лукьянчук. А я была с вами, Ольга Мудрова, в эфире программы «Здоровый интерес». Звоните, оставляйте свои вопросы. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова